Вот здесь, на берегу Черного моря, и происходит съезд трезвых сил Юга России. В ходе лекций и дискуссий разрабатываются планы и методики по борьбе с алкогольной экспансией. Кроме этого, все участники слета покажут свои спортивные достижения на турнике, брусьях и в плавании в Черном море. Это второй съезд, который проводится по этой тематике, и задуман для того, чтобы рассказать активной части молодежи, как пропагандировать трезвость и здоровый образ жизни среди сверстников и не только. И в этом огромную помощь курсам лекций с исторической фактологией оказывает профессор Кривоногов. Пьющие люди не могут сорганизоваться, не могут дать отпор кому-то, кто их обижает, в том числе правящим классом. А главная разница в том, что у трезвого пьющего народа, что у трезвых людей есть такая странная особенность. Они могут думать, да. Начинают думать, и более того, начинают думать критически. Критически они начинают оценивать объективно окружающую реальность. И более того, самое страшное, они додумаются до того, что начинают анализировать и критически осмыслить государственную политику. Трезвость – это не крайность, это не экстремизм, а это нормальное, естественное состояние человека от рождения до смерти. Всемирная организация здравоохранения давно уже признала алкоголь и табак наркотиками. Причем из всех наркотиков алкоголь попал на первое место. Потому что, когда подсчитали, от каких наркотиков, где сколько погибает людей, на первое место вышли смерти от алкоголя. У нас в стране, кстати, от алкоголя умирает примерно в 7-8 раз больше, чем от героина и других нелегальных наркотиков. Поэтому наш лозунг такой – культура трезвости против культуры питья. Есть даже такая наука о трезвости. А учебник с абриологией успешно используется некоторыми вузами, говорит профессор. Участники слета пытаются найти ответ на вопрос, заданный в культовом фильме. Так в чем же сила, брат? Сила в правде. Мы несем правду людям, и мыслящие люди ее воспринимают вполне адекватно. Сила в молодежи. Трезвый, сильный во всем. То есть он адекватно воспринимает ситуацию, он адекватно принимает решения. Он способен решить любые задачи, которые стоят перед нами с ними. Вот в этом и сила. И когда такие люди, если они еще и объединяются, то есть если их много, но если еще и объединяются, это колоссальная сила. В коллективе сила. Кроме глобальных проблем по спасению нации от пьянства, участники слета ежедневно занимаются и насущными задачами, но не менее злободневными. Вот, например, организатор трезвых пробежек в Краснодаре. Активно выступает против проведения скандально нашумевшего фестиваля Кубана. Там производится просто спаивание и полный разрад. Вот в прошлом году на Кубани была сделана, ну будем говорить так, показательная, непоказательная гомосексуальная свадьба. А вот там построили, импровизировали ЗАГС. А вот мы, допустим, категорически относимся к этому, как русские люди, неприемлемые, никаких других отношений, кроме их семейных, мужчин и женщин. Мы не Франция, понимаете, нам пидорасты не нужны, и лесбиянки. Потому что я не понимаю, как, допустим, в однополой семье можно воспитать нормального ребенка. На слете принято решение, что на Кубани будут работать специальные патрули. Конечно, трезвенникам не чуждые и простые радости жизни. Поэтому после лекций, мастер-классов и тренировок на турнике останется время насладиться жарким солнышком, горячим песком и уже теплым морем. Вадим Родин, Анапа-регион.